Идем с ними. Вечером был обстрел очень сильный, попала в школу. Это школа работа? Да, мы работали здесь. У нас было в мирное время 860 детей. Сейчас к нам ходило 130 человек. Мы занимались с ними, с детками. Те, кто не смог уехать никуда, ходили к нам в школу, мы с ними занимались, проводили занятия. Кто стреляет? Кто стреляет? Ну, я думаю, наверное, Украина стреляет. Потому что мы не первый раз уже попадаем в нашу школу. Не первый раз, это уже четвертое попадание прямое в школу. Так, кто такие дела? Ну, надеемся, что все-таки мы восстановим школу, дети вернутся, и мы будем работать в этой школе. И будем учить детей. Спасибо. Как зовут? Татьяна Григорьевна, учитель физики. Очень приятно. Спасибо. Меня зовут Патрик Ланкастер. Очень приятно. Очень приятно. Вы понимаете, просто нет слов выразить вот это все возмущение, что с нами творят. Вы это понимаете? Потому что бедный наш район, который в Донецке называется Путиловка, он настолько многострадальный, настолько здесь люди несчастные. Вот вам сказать, как что? Мы то в квартире, то в подвале сидим. Представляете? Ну, в общем, вот смотришь, слезы льются, когда это закончится, мы сами не знаем. У кого просить помощи? Как это все прекратить? Мы же не хотим вот это, чтобы все продолжалось. Ой, Раша, да и вам здоровья, счастья. И, в общем-то, ну, снимайте побольше. Вот вы сейчас вот пойдите, вот посмотрите вот тот дом. Вот вы на Чапаево были? Стены. Вот так вот стоит дом большой. Там вот огромная дыра в стене. Вот сейчас вот посмотрите вот здесь вот. Зайдите вот за маленький домик. Это, просто говорю, ну, нет слов передать все. Возмущение. Ну, просто, ну, как вам сказать, жить в таких условиях, ну, просто нельзя больше. Спасибо. С Богом.